В жизнь знаменитых актёров, как и в жизнь простых смертных, выпивка просачивалась постепенно. По капле. Какое отношение к коньяку? У меня. Хорошая. Но очень скоро бутылка заменила собой всё. Дали 50 грамм. Ну, 50 грамм. Будь ты человеком. Результат закономерен. В семье всё не ладится. Друзья и коллеги, прознав о запоях, стараются держаться подальше. Меня предупредили, только не вздумай, потому что якобы у него может потом не остановиться. Бывшие почитатели таланта открыто посмеиваются. И даже сама жизнь грозит покинуть Горького пьяницу навсегда. Он чуть не попал по трамваю и не погиб. Анатолий Попанов, Михаил Ульянов, Всеволод Сафонов, Виктор Сухоруков, Пётр Мамонов. Неизвестно, чем закончились бы истории этих и многих других артистов, если бы однажды каждый из них не отодвинул рюмку и не стукнул кулаком по столу. Хватит. С сегодняшнего дня они начинают новую трезвую жизнь. Легко сказать. Из 30 больных 20 поражены этим бедствием. Какой процент смертности? В среднем 15-20. Дело было в конце 50-х. За кулисами столичного театра сатиры собрались отметить успешный спектакль. Главными балагурами вечера, как обычно, стали два закадычных друга. Евгений Вестник и Анатолий Попанов. Вы посмотрите на что. Накрыть не умеют. Чего только эти двое не откалывали, когда начинали что-нибудь отмечать. И в Ленинград по чужому билету уезжали, и на простынях из окна запертой квартиры спускались. А уж сколько раз побывали в милиции за хулиганство, не счесть. Сегодня нетрезвые друзья опять разыграли представление. Написали расписку. Для пущей торжественности укололи пальцы ножом и скрепили документ кровью. Мы, Вестник и Попанов, клянемся больше никогда не пить спиртное. Алкоголики все говорят, а я не пью, я могу завтра бросить. Увы, Евгений Вестник так по-настоящему и не завязал. А вот Анатолий Попанов действительно начал трезвую жизнь. Правда, только через полтора десятка лет после эффектной расписки. Наследствие сегодняшнего спектакля и вообразить. Невозможно, Ваш здесь. В фильме 1952 года «Композитор Глинка» Анатолий Попанов появляется ровно на 10 секунд. Успевая только блеснуть набриолениным чубом и белозубой улыбкой. А ведь это уже восьмая по счету киноработа артиста. И почти нигде он не удостаивается упоминания в титрах. Между тем, уроженец Смоленщина, герой войны, а ныне заштатный артист театра сатиры уже разменял четвертый десяток. Как тут не запить? Он переживал, что он мало работает в театре, в кино тогда вообще у него не было. И он стал выпивать. Может быть, из-за этого. Может быть, потому что, знаете, когда актеры очень часто, бывает, после спектакля собираются, там выпивают. Может быть, это какая-то из-за этого тоже, чтобы как бы не выделяться из компании. Компания собралась быстро. Коллеги по театру Евгений Вестник и Спартак Мишулин были всегда готовы сообразить на троих и влипнуть в историю. Мама рассказывала, что он, когда выпивал, он не мог сидеть дома, он обязательно должен идти в какую-то компанию, куда-то ехать. И терялись документы, его обворовывали, там, снимали часы, потому что вот он в таком состоянии был. Даже Вестник рассказывает, сядем с Папановым в Красную Стрелу, сидим в рагоне-ресторане, потом погуляем по Ленинграду, вечером возвращаются пьяненькие, хорошие и довольные, а семьи их разыскивают. Первую попытку завязать Папанов предпринял в 54-м. В театре, наконец, дали заметную роль, а в семье случилось прибавление. Актриса Надежда Каратаева родила Папанову дочку. Но короткий период трезвости быстро сменился очередным загулом. Один раз я их из милиции вытаскивала. Он сидел вот так вот на лавочке, никого не трогал. К нему подошел милиционер, ну, выпивший был. Прошел милиционер и говорит, гражданин, здесь сидеть нельзя. А он сидит. Гражданин, я вам что? Да пошел ты знаешь куда. Ах так, и его забрали в милицию. Так я ходила в милицию, его вызволяла. А как? Пришла в милицию к начальнику и говорит, я вас хочу пригласить на спектакль, где Анатолий Дмитриевич играет. Вот он пришел, посмотрел. Ах, ну тогда надо его отпустить и выпустили его. Хорошо, хорошо, что вы только никому не говорите, что меня видели. Могут и вправе подумать, что я эмигрант. Прошу вас, это кон гениально. То, что так забавно звучит в пересказе, в жизни было отнюдь не весело. Супруга артиста боролась с его пьянством всеми подручными средствами. Чтобы не дать Папанову напиться, жене как-то даже пришлось привязать его к балконной решетке. Вот это у меня душа горела. Я его, я прям не знаю, как спасала. У него мама была замечательная, она была полька. Елена Болеславовна Равковская. И когда он напивался, я всегда говорила, иди к маме. А она говорила, нет, милый мой друг, иди к Наде и там с ней разбирайся. В конце 50-х, когда увлечение Папанова алкоголем длилось уже 10 лет, Надежда не выдержала. Пообещала подать на развод, если супруг не бросит пить. Папанов испугался и завязал. Правда, всего на несколько месяцев, пока на экраны не вышел его первый звездный фильм. Рязановский «Человек ниоткуда». Фильм все посмотрели, он никому не понравился, но Папанова все запомнили. И после этого начинается совершенно звездный старт. На волне этого успеха Папанов продолжает пить еще больше. Но я уверен, что очень велелый совет антропологов сделает надлежащие выводы из этой печальной истории. Тем, чтобы ни у кого из молодых ученых не возникло желание вступить на скользкий путь Порожаева. В следующее десятилетие Папанов становится суперзвездой и снимается в пяти-шести фильмах в год. Приходите завтра и дайте жалобную книгу «Живые и мертвые» и «Берегись автомобиля». Нахмельные загулы всеми любимого артиста уже готовы были смотреть сквозь пальцы. Но пьянство вдруг закончилось раз и навсегда. В 1972-м, когда умерла мама Папанова. Он очень переживал из-за того, что папа выпивал. И он дал себе слово, что он больше пить не будет для него. Это, наверное, была такая, ну, как бы Рубикон такой. Он как бы вбил кол под этим событием, он вбил кол, но решение, значит, к нему пришло раньше. Он был, в принципе, волевой человек, Папанов. И он был человек какой-то такой колоссальной человеческой порядочности. Я думаю, что он перестал пить во многом от стыда. Ему все говорили, ну, действительно, что ты. Вот. И он все время на грани срыва существовал. Я думаю, это ему надоело. Анатолий Папанов прожил еще 15 лет. Снялся в двух десятках фильмов. Сыграл кису Воробьянинова. Озвучил Волка из «Ну, погоди». И умер от инфаркта, работая над драмой «Холодное лето 53-го». За все это время не выпил ни разу. Но остался со спиртным в самых теплых, хотя и вполне платонических отношениях. Один раз я зашел к нему в гримерную и говорю, Антон Дмитриевич, вот мне подарили бутылочку. Он стал расспрашивать, чего, как. Он вертел ее в руках, посмотрел, понюхал. Да, наверное, хороший коньяк. Ну, пей. Я так, я говорю, после вас позванию. Нет, 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 нельзя, не надо, не надо. Василий Шукшин тоже поклялся завязать маме во время очередной поездки в родное Алтайское село. Но удачу за столом оказался товарищ с фотоаппаратом и запечатлел этот непростой разговор на пленку. Она говорит, Васька, не пей. Он говорит, мама, клянусь тебе, клянусь. Он вот слышит эти слова. Она так искренне, с такой болью. И он также с такой болью отвечал, что он не будет больше пить. И все равно пил. Началось все в 1954-м, когда 25-летний Шукшин приехал в Москву, поступил во ВГИК и быстро нашел собственный образ. И на сцене, и в жизни. Простой деревенский парень от Сахи. Он очень любил косить под лаптя. Пришел в сапогах, косоворотке. В имиджи пришел, в имиджи. Без бутылки с национальным напитком за пазухой образ, конечно, был бы неполным. Выпивая с соседями по общежитию, Василий эффектно буянил. То ввязывался в драку, то бегал с топором за женой. Я вспоминаю мудрого своего учителя Герасимова. Ой, Сергей Палинович, опять напился Шукшин. Говорит, там дебош устроил в общежитии. Говорит, жизнь такая. Говорит, как мне напиться? Наше дело предупредить, чтобы товарищ не забывался, что он в дороге. И вам так же самый совет. Вы пиваете, а без закуски. Есть же вагон-ресторан. Взяли первое, второе, ну и выпили. Но тогда есть уверенность, что не развезет. А так это риск. В милиции пьяный Шукшин бывал едва ли не чаще, чем на занятиях в институте. В 1958-м, когда в Доме кино должна была состояться премьера фильма «Два Федора», исполнителя главной роли снова пришлось искать по всем штрафным изоляторам Москвы. Да, его привел милиционер. Хуциев поехал, договорился, сказал, исполнитель главной роли, да какой, если бы его знали. Но сказали, под конвоем. Если на премьеру в Дом кино тебя приводит милиционер, то, наверное, это для человека больно. Понимаешь, какое дело, Федор? Мне сегодня очень нужно было, очень важно. Понимаешь? Как тебе объяснить-то, Федор? В 60-е пить, как прежде, Шукшино мешает приумножающаяся слава звезды кино и живого классика литературы. А главное – давняя болезнь – язва желудка. Чуть ли не каждый месяц Шукшин пробует завязать. Дает обещание матери и новой возлюбленной – актрисе Лидии Федосеевой. Он на странных людях уже не выпивал, даже больше того. Вот в конце июля родилась Ольга, мы снимаем во Владимире. Он накрыл поляну, как говорят, или стол. Вся съемочная группа села поздравлять с дочкой. Он ни грамма не выпил. А потом все по-новой. Какое отношение к коньяку? У меня. Хорошее. Рюмочку не возражаешь? КВВК. Это вот это вот, что ли? О, генеральский. Не возражаю. Говорит, я тут не сдержался. Опять. Говорит, три дня пил в Свиблова, приехал. Стал переходить тамбур. Ну, в дверях. Парадные двери. Да и упал. Говорит, хорошо лето было. Пять утра. Народ в шесть пошел на работу или полседьмого. Говорит, вот он, писатель. Перешагивали через меня. Я говорю, жить нас учит. Поставить долгожданную точку в длинном романе с алкоголем Василию Макаровичу помог случай. И новорожденная дочь. Один раз он так допился с человеком, что свою маленькую дочку потерял. Коляска куда-то укатилась просто-напросто. Он вышел, коляски нету. Он так испугался, что он после этого решил бросить пить. Трезвая жизнь оказалась так тяжела и безрадостна, что Шукшину пришлось искать новый вид допинга. На смену водки пришли крепкий чай, кофе и сигареты. Наверное, это было начало 73-го года. Я принес ему сценарий. Ну, посоветоваться просто. Я отметил одно, что он при мне, при разговоре, который продолжался, может быть, минут 30, не больше, выпил две кружки растворимого кофе и, не вынимая одно от другой, прикуривал сигареты. Новые любимые напитки оказались немногим лучше прежних. Прогрессирующая язва, проблемы с сердцем. 2 октября 1974-го Василий Шукшин скоропостижно скончался, едва отметив 45-летие. Все, ребята, конец. Больше других от пьянства артистов страдают, конечно, их жены. Они же становятся первыми стихийными врачами-наркологами. В ход идет все. Уговоры, скандалы, ультиматумы. Срабатывает редко. Только если женщина наделена железной волей и непоколебимой готовностью воплотить угрозы в жизнь. Актриса Эльза Леждей была именно такой. Всего однажды, увидев супруга Всеволода Сафонова с рюмкой в руке, она сказала, как отрезала. Я не буду плакать. Я просто сделаю выбор. Я уйду. А он понял, что дальше будет тишина. Жизни не будет. Это та женщина, которая, если примет решение повернуться и уйти, то ее ничего не удержит. Звать как птичка? Ой. Палаш. Стемнеет душа Палаши. Приходи. Будущие супруги впервые встретились в 1957-м на съемках фильма «Шторм». Сафонов – исполнитель главной роли и уже звезда, а также примерный муж и отец маленькой дочки будущей кинопримы 90-х Елены Сафоновой. Да и лишь Дей только что вышла замуж за режиссера Владимира Наумова. Служебного романа на съемочной площадке тогда не случилось. Но судьба снова свела Всеволода и Эльзу через 14 лет в драме «Слушайте на той стороне». Между прочим, могли бы попросить. Спину пришили, а гимнастерку стирать пора. Некогда. Боротничок пришить некогда, стирать некогда. Неорганизованный вы человек, товарищ командир. А людей дисциплины учите. На этот раз все вокруг понимали. Между этими двумя явно что-то происходит. Коллеги настойчиво советовали Эльзе не заходить далеко. «Сафонов? Да ты что? Он же пьет!» Причин называют очень много. И все они какие-то страшно неубедительные. Убедительная причина одна. Что он заболел онкологией. И он начал топить в водке страх. Просто постоянный страх, который в нем поселился. Разумеется, ему было 40 лет, он умирать вовсе не собирался. Болезнь вроде бы быстро ушла в ремиссию. А вот привычка топить все печали в алкоголе осталась. Супруга не выдержала и подала на развод, запретив даже видеться с дочкой. Сафонов тогда в сердцах жаловался приятелям. Единственная подруга, которая меня не предала, это бутылка. Посидели. Потребались. Все. Леждей к моменту встречи с Сафоновым тоже была в разводе. Но в профессиональной жизни полный порядок. На экраны только что вышел первый эпизод сериала «Следствие ведут знатоки». Эльза проснулась не просто знаменитой, без преувеличения всенародно любимой. нашей Зиночкой Кибрид. Павел. Привет. Здрасте, Зиночка. Зинуля, я не обратил. Боже мой, какая прелесть. Да, да, да. Павел Павлович, ну посмотри, какое платье. Прелесть. Павел Павлович. Вызывали. Да, садись, Зиночка. Не решите. Прошу. Какого же было удивление коллег, когда купающаяся во внимание мужчин красавица выбрала Сафонова. Усталого, неважно выглядящего и явно разочарованного в жизни. Не случайно многим коллегам показалось, ну вот попался, потому что у нее властный, сильный характер, и он, конечно, будет только подкаблучником. Нет. Вот я это всем своим сердцем заверяю. Она его достала, это изгибельно, это депрессии, со всеми ее последствиями, достала оттуда, встряхнула хорошо и даже ему подчинилась. Еще до того, как их совместный фильм «Слушайте, на той стороне» вышел в прокат, Сафонов сделал лишь день предложения. Эльза ответила «Да, но…» Подчеркиваю, да, в какой форме, как. Вот поглядев на Эльзу Ивановну, когда мы с ней снимались, вот эта ее уверенность, убежденность в том, что она говорит то, что должно быть, Я думаю, что ему так же тихо и так въедливо и в сердце, и в мозг она пропечатала «Если будешь пить, с семьей не будет». С тех пор Сафонова как подменили. Он снова начал активно сниматься. И даже вдали от жены больше не притрагивался к спиртному ни разу. А ведь поводов было хоть отбавляй. Например, в фильме «Олень и охота» артистам пришлось доигрывать летние сцены зимой. Следует известить заведующего детским домом о том, что, начиная со следующей недели, мы будем вынуждены, к сожалению, наказывать детей. А мы уже как бы вроде как типа по-летнему. И холодно очень. Но что поручало? Там недалеко была деревня, и в этой деревне местные жители приторговывали самогоночкой. Да, и вот мы там вот этим делом согревались. Но меня предупредили, что в Севдмитрии, чтобы я не попал, потому что у него может потом не остановиться, как бы. В первый же перерыв продрогший до костей артист попал в неловкое положение. Ну что, если я сейчас возьму, приду сюда, я, конечно, один, что ли, буду, я предложу. А он, они, ну, в общем, всякое это. И он это все понял, и так просто выгнал меня. Я говорю, а вы как? Ладно, иди, я тебе сказал. И по мне, не думай, не беспокойся, у меня все в порядке. Кристальную трезвость, как и брак с Эльзой Леждей, Сафонов хранил целых 20 лет. До самой смерти. А вот его бывший напарник по съемкам, актер Михаил Жигалов, наоборот. В последующие годы увлекся спиртным не на шутку. Что уставились? Я никаких показаний давать не буду. После успеха остросюжетного детектива «Петровка-38» с Зажигаловым прочно закрепилась амплуа отрицательного героя. Бандита, пьяница, наркомана и дебошера. Актер и сам не заметил, как стал доигрывать эту роль и в жизни. Я не мог в запой уходить. То есть у меня какой-то такой, что я мог день-два, а потом либо желудок, либо что-то. И я уже дальше не мог и выпадал, а отряд не заметил потери бойца. Пьянка спровоцировала целый букет болезней. Язва, постоянный бронхит, бессонница. Когда к этому прибавился спазм лицевого нерва, актер испугался не на шутку. У меня там допрос, сцена допроса, когда они меня допрашивают. И у меня дергается лицо. Это была не игра, это был диагноз. Черт! А это же ведь, что я, ну в театре ладно, в театре это как-то можно отвернуться, прикрыться. Все-таки все время общий план. А в кино? Я понимал, что это грозит уже потерей профессии. Страх порождал новые алкогольные загулы. А врачи, не зная, как разорвать порочный крок, только разводили руками. Наконец, друг посоветовал Жигалову обратиться к восточной медицине. У нас доктор есть замечательная. Она рефлексотерапия. Давай я тебя сведу, познакомишь. Она тебя... Ну, она меня стала лечить. Врач Татьяна быстро диагностировала основную проблему артиста. И пустила в ход самое мощное лекарство – любовь. Сразу после выписки у Жигалова началась новая жизнь – семьянина-трезвенника. Господи, за что ж мне такое счастье-то? Господи, за что? Я помню последнюю рюмку водки, я свою помню. Это было вот в Астрахани, это мы снимали без в ребро, по-моему. И вот на берегу там, они устроили нам уха, там все дела. И все, и я вот это выпил рюмку водки. И думаю, так, я сейчас выпью еще одну, мне закурить потянет. И я как вот стоял, как было, а было уже тепло, так солнце... И я бегом в эту холодную воду, бежал в мелкие, бух-бах-бах-бах. Вышел, тряхнулся, и все. Другим женам о таком счастливом исцелении оставалось только мечтать. И от безысходности разыгрывать все более и более драматичные сцены перед пьющим супругом. Дело клонилось к ночи, когда на восьмом этаже дома на Большой Бронной загорелся свет. Домой после очередной гулянки вернулся актер Михаил Ульянов. Еще через четверть часа окно в квартире вдруг распахнулось, а на подоконнике показалась фигура в ночной сорочке. «Выбирай!» – кричала женщина. «Или ты бросаешь ее, или выброшусь я!» Причем она была, понимаете, как... Вот если она сказала, она сделает. Он, наверное, даже, когда вот увидел эту картину, он просто смертельно испугался, я так думаю. Разрушить семью грозила самая коварная соперница – водка. И жена Ульянова, актриса Алла Парфаньяк, поняла – заставить мужа завязать можно, только поставив на карту самое дорогое, что у него есть – себя. «У нас тут некоторые товарищи дали такую клятву до конца войны, никаких этих...» «А чего никаких?» «Никаких там романов, браков, груб, конечно, да?» «А нет, почему же глупо? Я понимаю. Ведь сейчас война, а во время войны только финтифлюшки романами занимаются». «Кто-кто?» «Финтифлюшки. Ветреные, значит». В звезду фильма «Небесный тихоход» Аллу Парфаньяк Ульянов влюбился еще в 18 лет. Правда, заочно, посмотрев картину в Омском кинотеатре. А когда через 10 лет встретил ее уже в Москве, сразу понял – шансов никаких. Красавица, интеллектуалка, да к тому же замужем за партнером по тому самому дебютному фильму – великим Николаем Крючковым. Правда, в браке поговаривали – не все, ладно. Мама не рассказывала про жизнь с Николаем Афанасьевичем. Ну, так, по некоторым каким-то выражениям, словам, каким-то намекам, я поняла, что он очень много пил, Николая Афанасьевича, слишком много. И, в общем-то, мама этого и не выдержала. После развода возвращение Парфаньяк на брачный рынок было вполне триумфальным. За ней ухаживали Вертинский, Утесов и Бернес. Но Алла огорошила публику, появившись под руку с никому неизвестным пареньком – начинающим актером театра Вахтангова. Она же была знаменитейшая светская женщина в Москве послевоенной. Знаменитейшая красавица. И никто не мог понять, где она взяла этого провинциального заморашку Ульянова. Парфаньяк раньше остальных разглядела в Ульянове потенциал – и актерский, и организаторский, и семейный. Не заметила только одного – новый муж имел ту же слабость, что и прежние. Папа, естественно, тоже пил. Безусловно. Потому что они были молодые, потому что они были сначала студенты. Он дружил с Юрием Васильевичем Яковлевым, он тогда там с Тимофеевым. Они жили в одном общежитии, они пили, гуляли. Потом молодые актеры, принятые в театр Вахтангова. То есть, ну, вся жизнь у ног. Пойдем в кино? Ладно. Вот и хорошо. Все и пойдем. Машу с собой пригласим. А Маша не может. А мы вчетвером пойдем. В конце пятидесятых жизнь удачливого сибирского паренька быстро пошла в гору. Звездная роль в фильме «Добровольцы», «Брак с Парфаньяк», «Рождение дочери» поменялось, кажется, все, кроме привычки выпивать. Ульянов мог несколько дней не появляться дома. Правда, только в заранее выбранные даты, свободные от спектаклей и съемок. В театре его пьяным не видели. На съемках его пьяным не видели. Он ничего не срывал. Да и не мог срывать. Человек с таким комплексом честности и вообще осторожности по отношению к миру. С невероятной боязнью кого-то обидеть, подвести. Человек колоссальной внутренней организованности. То есть, это так и не совпадало, это пьянство. Выпьем, господа! Сейчас подадут вино! Эй! Вина! Неизвестно, сколько еще продолжалась бы эта двойная жизнь, если бы однажды она сама не намекнула артисту. Не обольщайся, безопасного алкоголизма не бывает. Когда он действительно как-то вот очень зеленым змеем увлекся, или зеленый змей его поработил, может быть, отчасти, он чуть не попал по трамваю и не погиб. От тяжелого трамвайного колеса Ульянова отделяли всего несколько сантиметров. У отца на всю жизнь остался шрам на ноге, на щиколотке. И он говорит, я понял все. Вот это все. Потому что еще миллиметр его бы не было просто на этом свете никогда. И это для него, по рассказам отца, это для него явилось как бы последней точкой. Господи, Боже мой, сотвори чудо, оживи поверженного, пронеси эту страшную чашу мимо меня. Или все-таки поворотным моментом был совсем другой, когда жена пообещала покончить с собой, если Ульянов не бросит пить. Да кто теперь скажет? Ясно одно. Без верной супруге рядом сдержать слово было бы гораздо сложнее. Это не просто вот человек пил и бросил пить, да? А это она спасла гения. И ничего неизвестно, как бы сложилась судьба Михаила Александровича, если бы не было рядом Алла Петровна. Потому что, вы знаете, ведь очень мало количества людей, которые могут выбраться из этого чудовищного положения. Это же болезнь. Ну, чтоб тебе не хворать. Я больше не пью. Значит, помлю же. На борьбу с болезнью Ульянов призвал проверенные методы перевоплощения. И публика с восторгом констатировала. Верю. Везде ему наливали воду в рюмку из-под водки. И он совершенно блестящий, будто он выпил там пол бутылки, веселился, чего-то рассказывал. Выпей, мой. А, ну смотри. На трезвую половину жизни Ульянова пришлись все его бесчисленные достижения. Почти сотни ролей в кино и на сцене. Руководство театром, председательство в Театральном Союзе. И, само собой, звания, премии, награды. Конечно, не все завязавшие достигают таких высот. Но, может, они к ним и не стремятся. Бывают же порядочные дети у людей. Девочка ночью прибежала. Живы, мол, ваши, аглоеры. Садись. К моменту первого появления на экране в крошечном эпизоде детского фильма, актер Виктор Сухоруков уже как минимум пять лет пил много и регулярно. Его даже успели выгнать из Ленинградского театра комедии. Молодой выпускник Гиттесона, которого возлагали большие надежды и сразу дали главную роль, не прошел медные трубы. Начал срывать спектакли. А после увольнения и вовсе пустился во все тяжкие. Работал грузчиком и посудомойщиком. Бродяжничал и пил, как не в себе. Любопытное письмо про подвиги вашей знаменитой капеллы. Называется «Защитите наших детей». Бестыжие шествия, непристойные игры. Вот, вот. У них даже на дискотеке такой плакат висит. Вход в штанах не рекомендуется. В самом начале девяностых Виктор, наконец, получил первую крупную роль в кино. И понял, надежда подняться со дна еще есть. Главное – завязать. Но как? Собственных сил явно не хватит. И вдруг он себе сказал, но я слышал, что это не я был, это не мое было решение. Голодно. Да. Как будто кто-то мне говорит, ложись спать. И спи долго. И олег спать, уснул и действительно долго лежал. Долго. Я потом вдруг встал, пошел в ванную, начал бриться, мыться, вытащил жеваную белую, но чистую рубашку, прикладил ее, оделся и пошел на улицу. И с этого момента у меня все стало налаживаться. Правда, не сразу. Кроме голоса свыше на помощь пришлось призвать врачей-наркологов. Борьба с алкоголизмом длилась ровно 10 лет. И в конце 90-х Сухоруков, наконец, проснулся абсолютно трезвым, а заодно всенародно знаменитым. Все-таки Господь наделил меня неким секретарем. Он выделил мне некого наблюдателя, который говорит, ты же умница, ты талантливый человек, ты смотри, какой ты путь прошел. Это же было все испытание, проверки. Ты это все жрал, глотал, спотыкался, рыдал, терялся, подымался. Ради чего? Ради того, чтобы свалиться на бочину и сдохнуть в этом вонючем алкоголе? Вставай, попробуй, докажи миру. Не надо доказывать, продемонстрировать, не надо демонстрировать, живи. Виктор откровенно признает, что в дни, а точнее годы пьянства, от него отвернулись все. Сначала коллеги, потом друзья и возлюбленные. Единственным пристанищем, где были готовы принять и простить, оказалась церковь. Место самой последней и самой отчаянной надежды алкоголиков во все времена. Вот и Петр Мамонов, который, казалось, родился с бутылкой наперевес, пришел к этой мысли. Главный фрик перестроечного советского андеграунда Петр Мамонов и сам признавался. В начале 80-х он вместе с другом создал группу «Звуки Му», чтобы оставалось меньше времени на выпивку. Получилось строго наоборот. Без трех бутылок за вечер музыка не играла. Когда и этого оказывалось мало, в ход шло все, что оказывалось под рукой. Вообще, рок-н-ролл очень вредная профессия. За нее надо за вредность давать молоко рок-музыкантам. Но почему-то они выбирают стакан портфейна, а не стакан молока. Смена профессии проблему не решила. В кино Мамонов продолжил играть себя. Творческого алкоголика, готового ради стакана на все. Налей 50 грамм. Ну, 50 грамм. Будь ты человеком, мы же в расчете теперь. На волне успеха Мамонов впал в депрессию. Он искренне не видел причин жить дальше. Спас приход к вере. Артист поселился в глуши, стал истово молиться и держать пост. Впрочем, редкие появления на публике обнаруживали, что с алкоголем у Петра по-прежнему не все гладко. Целую ночь спишь, а то, а то и совсем не спишь. То так, вот так вот, так, 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 а то вот это. В начале двухтысячных упавшего со сцены Мамонова прямо со спектакля в состоянии алкогольной комы отвезли в психиатрическую клинику. Была ведь история такая, ну, естественно, если человек живет по нескольким месяцам на одной водке, и в этом море водки он плавал и кролем, и брасом, и баттерфляем. Лечение в клинике помогло. Уже через три года на экране появился совершенно другой Мамонов. Мудрый старец, православный целитель, почти святой. А скажите, старец этот ваш, он сумасшедших лечит? Она не сумасшедшая. А что что-то с ней? Бесновато. Бес в ней сидит и мучает. Это уж совсем как-то дико звучит. Не, извините. А вы откуда знаете? Я с ним лично знаком. С кем? С бесом этим. И то, что он в острове сделал, я считаю, просто гениальным. И когда вот как бы на весы жизнь складывать, да, то то, что тянуло его к низу, вдруг резко слетело с этих весов, и душа стала подниматься к небу. То есть он очистил свое существование, свою душу абсолютно пониманием, что человек рождается для других совершенно целей. Вот это очищение, искупление. В роли старца Мамонов был так убедителен, что в деревню к артисту и впрямь потянулись страждущие. Петр, конечно, никого не лечил, разве что вдохновлял. Собственным примером доказывал, даже самому горькому пьянице под силу начать новую, трезвую жизнь. Надо прежде всего сказать, я алкоголик, и только после этого начинается новый путь, который обязательно будет торжественным для того, кто скажет это. Но мы часто говорим, это не со мной, это с кем-то другим. Одни завязали с алкоголем, да в клятву близким, другие испугавшись за собственную жизнь. Третьим пришлось опуститься на самое дно и почти потерять человеческий облик, чтобы, наконец, прийти к вере, в Бога и в собственные силы. Своей последующей судьбой бывшие пьяницы тоже распорядились по-разному. Это и понятно. Каждая трезвая жизнь уникальна, а хмельная одинаковая для всех. Субтитры создавал DimaTorzok